Кстати, впервые Югра начала сотрудничать с ЮНЕСКО еще в 2007 году. Тогда было открыто отделение комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Год спустя появилась кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» при Югорском государственном университете. На этом форуме обсуждалась еще одна важная тема – многоязычие в киберпространстве. В большинстве случаев общение в интернете идет всего на нескольких мировых языках, а все языки программирования используют только англоязычные команды. В такой ситуации сохранение языкового разнообразия становится мировой проблемой. Пути ее решения и стали объектом обсуждения на экспертной встрече. Удалось ли их найти, знает Сергей Крабков. Каким образом открыть интернет для всех и сохранить разнообразие культур и языков? Решение этой задачи обсуждали больше сотни специалистов из 40 стран мира. Подавляющее большинство экспертов ЮНЕСКО сходятся во мнении – Россия может служить примером продуманной политики по сохранению языков коренного населения. А ЮГРА, безусловно, один из лидеров в этом вопросе среди всех субъектов федерации. У нас подход такой, что для того, чтобы сохранить язык, нужно сохранить народу этого культуру, культуру этого народа. А чтобы сохранить культуру народу, нужно по возможности сохранять среду его обитания. Здесь это всё в Хантамасийском округе делается на самом высоком уровне. У нас достаточно хорошо сложилась практика и опыт преподавания, обучения родных языков в школах, в школах, в дошкольных учреждениях. Я не готов сказать, что самая или лучшая, но, я думаю, одна из самых передовых по стране. И в мире, с учётом того, что это большая проблема, на самом деле, во многих странах мира проблема не решается даже на сегодняшний день. Слова замгубернатора подтверждают участники всемирной экспертной встречи по проблемам с сохранением многоязычия. Особенно из тех стран, которые в прошлом были колониями. Это почти все страны Африки и Латинской Америки. В Замбии существует 73 диалекта. В качестве официального языка практически во всех африканских странах мы используем английский. Поэтому возникают проблемы с остальными языками, в частности, в вопросе их сохранения. Мы не можем использовать все языки, и часть из них уже умирает. Мы их не используем. У нас сейчас существует ряд различных направлений языковой политики, чтобы сохранять или развивать эти языки. Но, к сожалению, это новый тренд. Буквально несколько лет существует. Мы сейчас озабочены будущим этих языков малых групп. В Бразилии проблема сохранения языков коренного населения стоит крайне остро. Аборигены составляют менее 1% населения. При этом говорят они почти на 200 языках. Ещё столько же уже утеряны. Основная причина здесь не только в малочисленности носителей языка, но и в отсутствии письменности. Именно поэтому хантыйскому и мансийскому языкам умирание практически не грозит. Для коренных народов Югры уже много десятилетий назад разработан алфавит на основе русского, состоящий из 53 букв. Более того, специалисты продолжают его совершенствовать. Так, для казыбского диалекта эксперты предлагают использовать 29 букв. Это сделано для того, чтобы написание и чтение слов совпали с их звучанием в языке. Просветительская работа на эту тему в Югре ведётся с 2010 года. Все учебники для казыбского диалекта печатаются в новой графике, как и собрание фольклора, которое выходит регулярно в Обско-Угорском институте. Единственным массовым источником, доступным всем, которые не переходят на новую графику, остаётся хантынская газета. И как они опасаются потерять своих читателей. Да, такая опасность есть. Но те люди, которые посещали занятия и курсы, которые мы проводили, они с лёгкостью обучаются этому и говорят, «Господи, как легко, теперь я понял, как надо писать. Я не должен задумываться. Я знаю, в каком месте какую букву написать». Язык явление живое. Он постоянно развивается и видоизменяется, но при условии, что на этом языке говорят и пишут. Иначе он быстро уходит в разряд мёртвых. А ведь вместе с языком умирает и культура народа, а вскоре исчезает и он сам. В России говорят более чем на тысячи языков. В Югре почти на двухстах. И это один из секретов единства нашего государства. Единство в многообразии. Сергей Коробков, Эльдар Муратов, Юрий Гуриев. Телекомпания Югра. Хантамасийск. Специально для программы «Больше чем новости».